Всем привет! Сейчас мы поговорим про великолепную российскую шахматистку Дарью Войт. Дарья родилась 11 января 1994 года в Москве. Является международным гроссмейстером среди женщин. Научилась играть в шахматы в три года. Гроссмейстером стала в 2017 году. Выиграла несколько раз первенство России в разных возрастах. Но я, например, в 2019 году у меня на канале есть трансляции. Я вел стримы в 2019 году с турнира в Иволгинском Датсане. И там просто несчастный случай помешал Дарье в сильном-сильном турнире с участием множества отличных российских спортсменов. Дарья в случае несчастный помешал занять первое место среди мужчин. То есть, общее первое. В итоге она заняла общее четвертое и с большим отрывом первое место среди женщин. Шахматистка очень интересная. В первую очередь у нее упор на белый цвет. Ну и давайте познакомимся с творчеством Дарьи на примере из этого турнира. Она играла партию против Светланы Прудниковой, опытного гроссмейстера. Последним ходом Светлана неосторожно срубила незаищенную пешку на H2. И за это последовала достаточно быстрая расплава. Слон опять. Брать слона нельзя. Ладья на H2 висит. Дальше белая нападает на пешку С6. Непонятно, чем ее защищать. После размена на H1 белая ладья неизбежно внедряется в лагерь черных. Размен на Е4 усиливает белый центр. То есть, пешка готова двинуться на Е5. И у черных колоссальные проблемы возникают неожиданно с королем. То есть, длинной рокировки нет из-за слона А5. На пешку С6 белые готовы напасть путем слона Ф3. Черные выиграли пешку, но в итоге оказались просто запотованы. Попытка хоть как-то высвободиться ходом Ф5. Привела к тому, что белые не стали отыгрывать пешку. Можно было взять на Ф6. Висит пешка Ж6. Черные бы сыграли король Х7. Завершили бы развитие. Хотя и там позиция черных очень тяжела. Но Дарья здесь уверенно добивает путем Ж4. Добираясь до короля справа. То есть, очень красиво стоят слоны. Один на А5, другой на А5. И в общем-то, в этой позиции черные сдались. Угрожает ни много ни мало ФЖ5. И мат не за горами. Попытка спрятать короля путем конь Б6. Или конь Б8. Ведет к огромным потерям после ФЖ5. Король Д7. Ладья бьет Э8. И теряется на Ж7. Ну, уверен, что есть еще способы выиграть. Но этот мне нравится больше остальных. В общем, от Дарьи тоже ожидаем борьбу за саму. Самые высокие места. Хотя в этот турнир она попала... В турнир Декабрьские вечера, который будет проходить в отеле... В Гранд Отеле Витгоф Челябинск. Она попала не с первого, а со второго места. Спасибо за внимание. Скоро будут следующие ролики. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!